Музыка Сергей Аксенов заявил о национализации украинского флота в Севастополе. Кораблям Черноморья и нефтегаза также закрыли выход в горе. Власти Автономной Республики Крым изъявили намерение провести национализацию стоящего в Севастополе флота военно-морских сил Украины, а также всех кораблей Черноморья и нефтегаза. Об этом заявление премьер-министра Крыма Сергея Аксенова сегодня сообщило агентство «Итартас». Украинский флот в Севастополе будет национализирован в полном объеме. Их корабли мы не собираемся никуда выпускать. Мы и флоту Черноморья и нефтегаза закрыли выход, сообщил глава правительства нынешнего Крыма. По словам крымского премьера, список объектов для национализации будет уточняться и расширяться по мере поступления информации. К премьеру уже решено, что солнечные электростанции будут переданы на баланс Автономной Республики. При этом Сергей Аксенов особо подчеркнул, что частной собственности не нужно опасаться национализации, поскольку она ее просто не коснется. Ранее глава крымского правительства говорил, что в случае вхождения республики в состав России местный бизнес может продолжать работать в нормальном режиме. «Мы ждем, что Крыму будут предоставлены преференции, возможно, в виде создания бессвободной экономической зоны», – высказал предположение Сергей Аксенов. Как неоднократно уже сообщалось, власти Крыма планируют вступить в рублевую зону. Такое решение крымская власть хочет утвердить на республиканском референдуме, который запланирован на 16 марта этого года. Эксперты издания «Биржевой лидер» отметили, что киевская власть не признает крымскую, что обуславливает их взаимоотношения. Так, несколькими днями ранее, Шевченковский районный суд города Киева рассмотрел ходатайство органов досудебного следствия о задержании Сергея Аксенова и удовлетворил его. В свою очередь, назначенный парламентом Крыма, премьер автономной республики заявляет о нелегитимности киевского правительства и признает законным президентом только сверкнутого Виктора Януковича. Также не складываются отношения у киевской власти со спикером Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимиром Константиновым, которого они также считают вне закона. В сложившейся ситуации складывается впечатление, что прямой диалог Симферополя и Киева маловероятен без участия третьей стороны. Продолжение следует...